маркетинг план и лови next просто итак есть два вида входа базовый вход и бизнес вход базовый вход ты покупаешь два продукта за 5000 рублей бизнес вот 20 продуктов за 34 400 не за 50 одна баночка весит в баллов 50 баллов поэтому в базовом ходе до 50 баллов пиви назовем в бизнес ходе это 500 пиви первое первый бонус это розничная премия в базовом ходе соответственно за эти 55 тысяч рублей ты зарабатываешь на примерно 1600 рублей бизнес ход подав эти все продукты ты зарабатываешь 15 1600 рублей последующие покупки у базового хода ты будешь иметь 30 процентов и соответственно зарабатывать примерно 800 рублей с баночки у бизнес хода есть такая опция как 4 плюс 1 естественно все нормальные люди используют ее поэтому с каждой баночки ты будешь зарабатывать примерно 1400 рублей второй бонус бонус стартовый вообще этот весь этап первый по которой я рассказываю там будет три вида бонусов называется этап старт стартовый бонус если базовый партнер привлекает базового партнера он зарабатывает 100 рублей если бизнес партнер привлекает базового партнера он зарабатывает 600 рублей если базовый партнер я здесь напишу базу базовый вход если базовый партнер привлекать бизнес партнера он зарабатывает 1000 рублей если бизнес партнер привлекает бизнес партнера он зарабатывает 6000 рублей стартовый бонус платится до шестого поколения есть таблица посмотрите как она правильно считается при выходе из этапа старт в следующий этап я об этом позже расскажу стартовый бонус начинается платиться платить стартовый бонус платится в сквозном режиме то есть без конечности до поколений третий бонус он называется накопительный накопительный То есть он накапливается. Есть такая карьерная лестница. Она начинается с 4%, потом 8%, 14% и 21%. Это квалификация бронз. Это квалификация сильвер. Это квалификация голд. Это квалификация 1 карат. Чтобы выйти на 4%, нужно сделать суммарно накопительным образом за любой период 500 баллов, сильвер 1000 баллов, голд 2000 баллов, 1 карат 3000 баллов. Квалификация голд является несгораемой квалификацией. То есть идя по карьерной лестнице вверх, ты никогда не упадешь ниже квалификации голд, по накопительному бонусу ниже 14%. Друзья, вот первый этап, это этап старт, на этом заканчивается. Здесь есть 3 вида бонусов. Начинается следующий этап. И второй этап, он называется этап развития. Дело в том, что как рисуется в первом этапе. Вы, как в любом классическом маркетинге, вы вот находитесь здесь. Вы начинаете подписывать первую линию людей. И предлагаете этим людям делать то же самое. Но как только вы суммарно вышли на товарооборот 3000 баллов, вам открывается бинарное дерево. Как оно рисуется? Это вторая проекция нашего паркетинга плана. То есть обратите внимание, что все бонусы, они суммируются. Соответственно, бонус развития, он тоже, что приплюсовывается. Классическое дерево приплюсовывается к бинарному дереву. Итак, бинарное дерево. Есть вы. Под вами может быть только два человека. Под каждым из них еще по два. И так до бесконечности. Я, пожалуй, на этом уровне останавливаюсь. Вы пригласили в бизнес 5 партнеров. Давайте я буду предполагать, что все-таки это бизнес-ход. Поэтому каждый сделал по 500 баллов. Вот и не суммарно получилось 3000 баллов. Понятно, что не все люди включаются в бизнес так же быстро, как вы. Ну, предположим, что этот второй парень, по счету он будет первым, он включился и тоже, что пригласил своих пятерых партнеров и таким образом закрыл суммарно 3000 баллов. Тогда система попросит его установить бинарное дерево. И вы ставите своего первого партнера, закрывшего квалификацию 1 карат в бинар. Ваш второй партнер тоже начинает строить активно свою сеть. Он быстро закрывает квалификацию 1 карат. Система просит его установить в бинарное дерево. Вы устанавливаете его в бинарное дерево вот сюда, под номером 2. Этот партнер, который пришел в бизнес первым, в классику, но он немножко притормозил, он немножко недоразобрался, возможно, или был занят чем-то. И он видит, как ребята развиваются, он видит, как они зарабатывают деньги. Что он делает? Он начинает приглашать своих партнеров. И тоже закрывает свою квалификацию 1 карат. Но в данном случае он уже является под номером 3. И выпадает в бинарное дерево вот сюда. По вашему желанию. То есть уже ниже партнера, который пришел позже. И таким образом строится бинарное дерево. Понятно, что у этих людей происходит то же самое. Они ставят людей кто сюда, кто сюда, кто сюда. И таким образом формируется бинарное дерево. Дело в том, что чем прекрасно бинарное дерево? То, что вы работаете в команде со спонсором. Ведь здесь у вас есть находится спонсор. И ведь у спонсора тоже есть свои партнеры. И у этих партнеров свои партнеры. И как только у спонсора его партнер в первой линии закрывает квалификацию 1 карат, спонсор его что может сделать? Поставить под вас. Вот в это бинарное дерево. И таким образом этот человек, будучи под спонсором, будет участвовать в ваших объемах. Как считается бинарный бонус? Система считает объем продаж левой ветки и объем продаж правой ветки до бесконечности по глубине. Бесконечности по глубине. И суммирует весь товарооборот. Предположим, здесь был товарооборот 12 тысяч баллов. Вот эти баллы, которые мы говорили. Здесь 10 тысяч баллов. Бинарный бонус. Это 15% с товарооборота меньшей ветки. В данном случае меньшая ветка оказалась вправо. Вам заплатят 1500 условных единиц. Одна условная единица равна 40 рублей. То есть вы получите 60 тысяч рублей в данной конструкции. Но что интересно. Эти 2000, которые остались как бы и лишние, они не сгорают. Они переходят на следующий расчетный период. И следующий расчетный период у вас начнется не с точки 0.0, а с точки 2000. При условии, что если это 2000, то не стартовые объемы. Об этом тоже чуть позже поговорю. То есть в накоплении идут все объемы, кроме стартовых объемов. Этап развития на этом заканчивается. И начинается этап третий. Начинается этап укрепления. Этап укрепления очень прикольный этап. Потому что он начинается тогда, когда вы суммарно сделали товарооборот 20 тысяч баллов. По всей организации. Потому что вам система открывает второе бинарное дерево. И вы можете по бинарному бонусу иметь двойные начисления. То есть за тот же объем продаж вы можете заработать не 60, а уже 120 тысяч рублей. И на этапе укрепления вы начинаете зарабатывать дополнительные деньги. С бинарного бонуса. В бинарных бонусах ваших партнеров. То есть если ваши партнеры попали в бинарное дерево, у них система сравнивает их объемы продаж. Им начисляются свои деньги, например 1000 долларов, 1000 условных единиц. То вы своих партнеров зарабатываете от 20 до 50% дополнительно к тому, что есть у вас. То есть вот этот бонус, который включается на этапе укрепления, называется спонсорский бонус. Он тоже добавляется ко всем видам бонусов. Друзья, вот наверное в двух словах, если вот коротко, о чем мы можем говорить. Поэтому смотрите, я вам сейчас рассказал примерно половину видов бонусов. Но чтобы было быстро, чтобы мы не заморочились. Давайте я вам нарисую, что такое на самом деле сетевой бизнес. И как правильно его строить. И что он зависит не только от привлечения людей. Это конечно главный бонус на этапе старта, мы так его называем. На этапе, когда люди будут большим потоком к вам приходить. Вот смотрите, маленький фокус. Вот есть вы. Скажите, если заниматься хоть каким-то образом, хотя бы одну встречу проводить в день. Вы же можете за один месяц привлечь себе одного партнера. Правда же? Конечно можно. Возникает второй месяц. Вы работаете в паре со своим партнером. Вы из его списка помогаете этому партнеру привлечь что? Ему одного партнера. И себе находите тоже одного партнера. Во второй месяц вас стало двое. Поскольку вы целый месяц проработали со своим партнером, у них возникает собственная связка. И у вас возникает новая связка с вашим новым партнером. Эти ребята работают уже автономно. Этот парень помогает найти этой девчонке партнера из его списка. И находит себе тоже партнера из его списка. Вы работаете в новой двойке, помогаете новому партнеру найти партнера и себе что? Находите партнера. То есть третий месяц вас уже стало четверо. Смотрите, что происходит дальше. Четвертый месяц вас 8, пятый 16, шестой 32, седьмой 64, восьмой 128, девятый 256, десятый 512. Дальше буду округлять. Одиннадцатый тысяча человек, двенадцатый две тысячи.